Перед тем, как перейти к синхронизации и взаимодействию, я чуть-чуть договорю про самое базовое исходство нити. Что нас дают нового нити? Тогда, когда у нас были классические однопоточные программы, у нас, в общем, было три класса памяти. Глобальные переменные — это те переменные, память, под которые выделяется при запуске программы. Возможно, они еще при этом инициализируются, если они не инициализированы, то они получают значение ноль. Память под них остается выделенной, они существуют все время, пока программа работает, ну и когда программа завершается, ядро операционной системы освобождает все ресурсы, в частности, и глобальные переменные. В случае с плюс-плюса, ну, при нормальном завершении, конструкторы глобальных объектов вызываются до функции main, деструкторы глобальных объектов вызываются после функции main, и, как обычно, все плюс-плюсы, вызов деструкторов обязательно проходит в порядке обратно к вызову конструкторов. Это отдельная тема, это класс глобальных паспамяти. Он же, на самом деле, тоже самый статический, то есть, когда мы перед переменной пишем ключевое слово static, она все равно у нас является глобальной. Ключевое слово static добавляет ограничения по области видимости, что у нас вот этот вот идентификатор переменной будет недоступен извне данной единицы компиляции. Ну, то есть, мы можем использовать данную глобальную переменную только в рамках ее области видимости. Ну, если мы static переменную поместим внутрь блока, например, внутри функции, то она по-прежнему останется глобальной, то есть будет жить от момента запуска программы до момента завершения, но, видимо, будет только изнутри данной функции. Это первый класс глобальных переменных. Второй класс — это класс автоматических переменных, которые, как мы знаем, во всех современных реализациях размещается на стеке. Каждый раз, когда у нас, допустим, мы входим в новую функцию, у нас создается стековый фрейм, в нем создаются и локальные переменные. И если мы их явно не инициализируем, они получают какое-то неопределенное значение, то, что там лежало на стеке в данный момент. Ну и когда блок завершается или функция завершается, стековый фрейм освобождается и локальные переменные, собственно, уничтожаются. Мы можем так получить, так может получиться, что мы будем работать с локальными переменными после их уничтожения, если мы вернем указатель или ссылку на локальные переменные. Но это будет undefined behavior, поскольку мы будем работать с какой-то областью стека, которая уже, в общем, не относится к данной переменной, с которой мы хотели работать изначально. И третий класс памяти — это динамические выделяемые данные. Здесь, ну, по сути, это специальная такая программная реализация, без какой-нибудь особенной аппаратной поддержки. То есть мы можем в любой момент времени запросить блок памяти, в любой момент времени отдать запрошенный блок памяти. И здесь, в случае динамической памяти, мы полностью управляем и временем жизни, ну, и видимостью, соответственно, вот таких вот блоков данных. Нити, когда у нас в процессах возникают потоки или нити, они вносят какой-то промежуточный такой вариант. У нас нить, она живет в рамках одного процесса, но ее время жизни ограничено в рамках одного процесса. В общем-то, в каком-то смысле мы можем, конечно же, вот, когда мы запускаем главную функцию нити, у главной функции нити создаются локальные переменные, и мы можем тоже понимать, что, вообще говоря, локальные переменные, главные функции нити — это какие-то вот они, когда они уничтожатся, уничтожатся все нити в конечном итоге. Но здесь все-таки это будут вот локальные переменные функции внутри нити — это обычно автоматически переменные, потому что они будут выделяться на стеке соответствующей нити. И вот этот промежуточный уровень для нитей, переменные, которые живут не все время работы процесса, а только время работы каждой конкретной данной нити, они называются thread local. И область вот таких переменных для нити, глобальных для нити, называется thread local storage, TLS. То есть что мы можем сделать? Мы можем объявить в некоторую переменную, она в синтаксе C и C++ будет выглядеть как глобальная переменная, то есть она будет определена вне функций на глобальном уровне вложности. И отметить ее специальным ключевым словом, вот в C мы можем использовать ключевое слово thread local с подчеркиванием вначале, из большой буквы C++ мы можем использовать ключевое слово thread local вот так вот маленькими буквами. И такая переменная, она будет помечена как размещаемая в thread local storage, которая будет иметь время жизни, совпадающее с временем жизни нити. То есть эта переменная будет создаваться, собственно, при создании всей нити, даже еще до того момента, когда будет запущена функция нити. И уничтожаться память, ее память будет освобождаться после того, как завершается функция нити. Такой как бы аналог глобальных переменных, но только которые ограничены временем жизни одной нити. Ну, как это может выглядеть. Так. Так, давайте мы посмотрим. Сейчас маленький пример напишем. В рамках C ключевое слово thread local. Ну, допустим, var. Дальше тип идет, как обычно. Var равно. Вот мы здесь можем точно так же, как в глобальных переменах, можем указать любую инициализацию. В случае C плюс-дюсер здесь можно создавать более сложные объекты. Вызовом конструктора. Допустим, там 100. И некоторые функции нити. Ну, давайте мы попробуем создать две ники. Так, например, у нас будет thread t, t1, t2. Т1, атрибутов неважно, функции нити фанк, что передаем неважно. Thread create t2, now, fun, now. Не забываем дожидаться работающей нити. И, например, давайте отпечатаем так. printf%d плюс var. Вот. Еще раз напомню, что функции стандартной библиотеки C, такие как printf, malloc, scanf и так далее, они поддерживают многопоточное окружение. То есть они все синхронизированы. Их можно без опасения использовать из параллельных работающих нитей. И все будет работать корректно. Так, ну и давайте это все скомпилируем. Для компиляции не забываем опцию petread. В join нам потребуется указатель на возвращаемое значение. Ну, важно. Если мы запустим эту программу, соответственно, у нас мы оба раза получим значение 101. То есть при создании каждой нити мы при создании каждой нити автоматически будет создана как бы новая threadlocal переменная var и она получит значение 100. После этого вот при выполнении нити мы печатаем увеличенную ничку значения и нить завершаем. Другая нить создается снова. Отдельно создается переменная var где-то в другой области. И другая нить будет работать, по сути, со своим экземпляром вот этой вот threadlocal переменной var. То есть хотя она здесь отмечена глобальная, поскольку она помечена как threadlocal, с ней каждая нить, по сути, работает с отдельным инстансом этой переменной, то здесь нет никакого data race, здесь нет никаких race condition, ну, просто у каждой нити свои переменные, они работают независимо друг от друга. Тем не менее, они все, эти все переменные находятся в общем адресном пространстве всего нашего процесса. И если каким-то образом вы после создания нити, то есть до создания нити она еще не существует, но если вы после создания нити ее адрес передадите куда-то в другую нить тем или иным способом, то она будет доступна откуда угодно. Вы ее адрес куда-то прокинули, куда хотите, ну, тогда, да, тогда она попала в другую нить, и у нас там две нити могут параллельно обращаться к одной и той же чайке памяти со всеми последствиями людей data race. Вот мы здесь оба раза получаем 101, потому что каждая нить работает за своей переменной. Если мы thread local отсюда берем, то сразу же мы, понятно, что мы приходим здесь к ситуации, что у нас теперь переменная var одна на весь процесс, мы пытаемся из двух нитей параллельно на самом деле ее изменять, и мы здесь получили ситуацию data race. вот нехорошо, ну, по крайней мере, у нас поведение нашей программы будет совершенно недетерминировано, ну, как угодно. Да, мы теоретически можем даже два раза получить 101, там, ну, всякие возможные, в зависимости от того, как у нас пойдут вот эти вот операции инкремента. Ну, вот видим, тем не менее, что у нас эта переменная общая на обе нити. На самом деле, для реализации thread local storage требуется достаточно хитрая поддержка вот в нашей библиотеке Glypsi. Нам нужно, в общем-то, при создании каждой нити выделять некоторый блок, относящийся к выделяемой для thread local переменных, скопировать туда начальные значения, которые у нас, возможно, ну, мы их задали здесь в программе, нам их нужно будет туда скопировать, и после... в завершении нити, вот этот вот блок, он, ну, не то, что динамический памяти, но вот он где-то там должен находиться. Док блок нужно будет удалить. И, по сути, если мы посмотрим на код, который генерируется вот в этом случае, давайте я командную такую верну. да, еще O2 можно поставить. O2 можно поставить. это лс точка S. Так. А, да, это thread local давайте вернем. сюда. Так у нас просто была глобальная тренерная получается. Вот. И обратите внимание на некоторую вот такую вот здесь вот магию. вот она вот тут у нас перейдилась. Здесь в общем, это все более-менее ожидаемо. откуда-то из памяти переменную, значение переменную, загружаем на регистре диарикс. Прибавляем к нему единичку. И потом скидываем обратно в память. Но обратите внимание, что вот тут вот такая вот магия. Во-первых, здесь какая-то какой-то регистр JS используется. Процент JS. А, во-вторых, ими переменной здесь указано с некоторым суффиксом npt off. Это как раз вот некоторая магия для того, чтобы мы могли корректно реализовывать thread local storage. По сути, мы работу с абсолютными адресами заменяем на работу со смещениями. То есть var at npt off это некоторое смещение thread local переменной var в блоке tls для данной нити. А JS это сегментный регистр, специальный регистр архитуры x86, который вот как раз здесь он почти не используется никогда сейчас в обычных программах. Вот он одно из его использований это для организации нити. Сегментный регистр JS как раз указывает на, ну, он указывает на дескриптор нити. В частности, он указывает и на блок tls для каждой нити. Вот тут вот это все происходит таким вот образом. Такой вот код сгенерировался. По сути, мы здесь имеем какой-то, ну, вот промежуточный вариант между структурами и локальными структурами. Если у нас были бы локальные структуры, мы их бы адресовали относительно регистра там ЕСП или ЕБП. А здесь мы адресуемся относительно сегментного регистра ЖС со смещениями специфичными для вот наших тредлоков переменных. Этот механизм появился вот относительно недавно. Ну, и как относительно недавно? Появился после фикса, который вот решал проблему ERNA. То есть, как мы все знаем, мы с вами этим пользовались уже, у нас есть некоторая глобальная переменная ERNA, в которую системные вызовы и библиотечные функции скидывали код последней происшедшей ошибки. Это вот очевидно совершенно, что это глобальная переменная ERNA вот, ну, никак не дружит с многопоточным программированием. То есть, если у нас из нескольких потоков одновременно выполняется там, ну, или системный вызов, или какая-то библиотечная функция, race condition, data race, и что у нас окажется в ERNA, ну, на месте. Поэтому был придуман какой-то такой жесткий хак, где переменная ERNA раскрывалась в макрос. Мы можем сейчас поискать, как она у нас в стандартной библиотеке объявляется. Вот. Условно говоря, у нас переменная ERNA, якобы, это на самом деле вызов функции ERNA location и разъемнование. ERNA location нам возвращает какой-то адрес специальный для каждого треда, отдельный для каждого треда, и мы его разъемновываем, чтобы мы могли с этой переменной работать, как обычно. Ну, то есть, вот это все относится еще до того, как появилась нормальная поддержка TLS переменных, ну, потому что очевидно, что переменная ERNA это как раз вот уж точно где нужна thread local storage, для чего она, собственно, и thread local storage придумывается. Ну, вот для совместимости, для legacy у нас ERNA определено так. Следующий момент, который нужно сказать, это принудительное завершение нити. в общем, когда мы работаем с процессами, мы, ну, так, более-менее там себе представляем, что, ну, как бы, там, зачастую процесс можно принудительно завершить. Вы можете там нажать Ctrl-C с терминала, чтобы завершить процесс по сегинту, вы можете послать ему сигнал стик терм с помощью обычного килла, можете его вообще убить с помощью стик килла, процесс при этом завершится, ну, не то, чтобы это всегда у нас будет чистое завершение, потому что процесс может не успеть записать какие-то данные, там, какие-то файлы не успеть уничтожить файлы, ну, почистить файлы системы, то есть, возможно, после процесса окажется какой-то мусор, но, тем не менее, мы более-менее понимаем, что все ресурсы будут нормально освобождены, ядро уж позаботиться о тем, чтобы закрыть все файловые дескрипторы, чтобы освободить всю виртуальную память и так далее. То есть, это возможно потому, что, в общем-то, процесс и все ресурсы, которые этому процессу выделяются, они, о них ядро операционной системы знает, и ими ядро операционной системы управляет. Поэтому, если вот у нас процесс так или иначе завершается, там, сигналом, то, поскольку ядро операционной системы об всех ресурсах знает, ну, в общем-то, их всех корректно освобождает. С нитями ситуация другая. Средства вот межнитивой синхронизации, такие, как семафоры, точнее, мютиксы, как кондвары, о них мы сейчас чуть попозже начнем и говорим, они специально сделаны так, чтобы минимизировать накладные расходы на, собственно, на поддержку нитей, на поддержку кондваров. Они специально сделаны так, чтобы по максимуму не затрагивать ядро операционной системы. Ну, то есть, у вас в многонитевой программе может находиться там сотни тысяч миллионов мютиксов, условно говоря, вы там каждый, ну, каждый экземпляр какой-то структуры данных можете снабжать мютиксом, если вы этого хотите. У вас в памяти может находиться огромное их количество, ну, и там сотни тысяч миллионов, мютиксов. естественно, что, в общем-то, ядро о них всех не знает. Это было бы полное безумие. Все наши огромное количество, сотни тысяч, миллионов мютиксов регистрируют в ядре, у нас бы никаких ресурсов где бы не хватило. Ядро в операциях с мютиксами ядро вовлекается только тогда, когда оно необходимо. То есть, тогда, когда, например, нам нужно поставить другие нити в очередь ожидания на мютиксы, либо, когда нам нужно разослать нитификацию другим нитям, чтобы они проснулись. Только о тех мютиксах, на которых есть ждущие, реально ждущие нити, только о них ядро знает. Остальные ему, в общем, все равно. И поэтому, что, какая ситуация реальна? Поскольку огромное количество вот этих вот синхронизационных объектов для ядра неизвестны, при завершении нити одной, ну, да, ядро как-то освободится, тег нити освободит, какие-то там, то, что ТЛС освободит, условно говоря. Но ядро не знает про мютиксы, и вот в том состоянии, в котором мютиксы были, в мютиксе конвара были, они в том состоянии и остались. Поэтому, в общем, если вы принудительно завершаете нить, может получиться так, что нить-то, конечно, завершится, но те синхронизационные примитивы, которые она там как-то себе брала, они останутся в нецелостном состоянии, что потом очень быстро придет к тому, что другие нити не смогут работать, то есть мы получим дедроходы. Поэтому принудительное завершение нити вещь очень проблематичная. И хороший стиль работы с нитями состоит в том, что не нужно завершать нити принудительно, нужно их завершать только добровольно, выходом из, условно говоря, выходом из главной функции нити, и там какой-то флажок добровольного завершения. Ну и, например, сиплюшивственная библиотека нити thread, она вообще не имеет средств для принудительного завершения нити. То есть там вообще только можно добровольно завершить. Тем не менее, в петред библиотеке есть средства принудительного завершения, а принудительное завершение нити называется cancellation, ну как, сейчас я думаю не нужно даже комментировать, что cancel, все сейчас знают, что повсеместный canceling происходит, вот мы точно так же можем cancel эти нити. И, в общем, по умолчанию cancellation работает, ну, практически добровольно. То есть, от нас, если мы используем thread cancel в дефолтном режиме, то от нас просто скрыта какая-то специальная флаговая переменная, которая, собственно, вызовом петред cancel устанавливается, а потом скрытым от нас образом проверяется. Проверяется в нитях она в так называемых cancellation points, то есть точках прерывания. По умолчанию они там, эти точки прерывания расставлены вокруг системных вызовов, расставлены вокруг педлятичных футсов, всяких open-of, print-f, все такое прочее. То есть, условно говоря, вот вы из одной нити запросили, захотели заканцелить другую нить, а другая нить доработает до какой-то точки так называемого cancellation point, в этом месте она проверит, было ли запрошено завершение, ну, и если было запрошено завершение. Тут это не есть безопасное завершение, как я уже сказал, потому что мы нить заканцелили, а вполне возможно, что у нее оказались какие-то залоченные синхронизационные примитивы. Ну, да, тогда мы, в общем, будет, конечно же, у нас будут проблемы, но какой-то вариант такого предъявительного завершения. Ну, и есть самый жесткий вариант, так называемый асинхронный режим, он полностью аналогичен посылки сигналов. Ну, и, в общем, в недрах Linux, поскольку мы знаем, что у нас в недрах Linux, по сути, нити реализованы как процессы на уровне операционной системы, то есть, в принципе, мы можем послать сигнал отдельной нити. Ну, мы послаем сигнал не для нити, а отдельная нить заканчивается. Послали ей kill, нить, как была, так и схлопнулась. А дальше уже наши проблемы, в каком состоянии она завершилась, и разгребать последствия нам. То есть, это вот, еще раз скажу, это очень опасные, ну, потенциально опасные варианты, которые могут приводить к последующей некорректной работе программ, поэтому их использовать нужно совсем очень осторожно. Ну, и точно так же, как с сигналами, у нас есть некоторый вызов set cancel state, который нам просто разрешает запретить нас канцелить. То есть, в точках cancellation point мы не будем реагировать на запросы на канцелинг. и с помощью вызова set cancel type можем включать или бы выключать асинхронный режим завершения. То есть, я думаю, что можно как-то использовать асинхронное завершение нити в том случае, что мы вот стопроцентно уверены, что наша нить вообще выполняет какие-то чисто вычислительные задачи, никуда, ни в какие системные вызовы не лезет, ничего такого потенциально опасного не делает, просто что-то считает. Ну, тогда, наверное, можно ее канцелить, в остальных случаях ее канцелить никогда не будет. Так, собственно, вот то, что я сказал, что может быть, что, из чего могут не работать средства принадлительного завершения. Это некоторые дополнительные комментарии к тому, к общему механизму нити, с которым мы работаем. Ну, как я еще сказал даже в самом начале, уже, например, высокоорвенная библиотека C++ тредов, она представляет собой, ну, такое относительно небольшое подможество того, что нам позволяет делать петред. Ну, конечно же, и соображение того, что переносимости, то есть, петред у нас позволяет много, но он, условно говоря, непереносим. Библиотека C++ тредов позволяет нам делать меньше, но она намного более переносима. Без проблем работать на вино-пинток. И теперь давайте перейдем, собственно, к ключевому моменту, то, с чем мы имеем дело, когда, собственно, пишем многонетевые программы, и то, что является основной сложностью написания многонетевых программ, это синхронизация параллельно работающих. Так, одну секундочку. Так. Так. Итак, синхронизация нитей. Собственно, еще раз повторю, что у нас в случае нитей нити выполняются параллельно. Если у нас у ядра есть несколько, ну, если у нас у процессора есть несколько процессорных ядер, или же в рамках одного компьютера у нас используется несколько процессоров, то они выполняются аппаратно параллельно. Вот просто даже по физическому времени инструкции могут выполняться параллельно. Параллельно выполняющиеся инструкции процессора очевидно могут использовать ресурсы, не зависящие друг от друга и не перекрывающиеся друг от друга, но могут и использовать одни и те же ресурсы. Соответственно, если параллельно работающие нити используют одни и те же ресурсы, они неизбежно будут друг на друга влиять. Они будут использовать ресурсы совместно и, в общем, выполнение одной нити, естественно, будет влиять на выполнение другой нити. И если у нас реализуются взаимодействующие нити, параллельно работающие, ну, понятно, что из соображения корректности программы нам необходимо добиться того, чтобы результат выполнения, в общем, не зависел от непредсказуемых факторов, таких как момент переключения контекста между нитями, на каких ядрах эти нити работают, там работают они на одном, на нескольких ядрах, как там сложилось с кэшем и вот такими вот разными непредсказуемыми факторами. То есть, ну, насколько это можно, результат выполнения параллельно работающих нити должен быть там как-то детерминированным. Выполнение само по себе, конечно же, не детерминированное, а вот результат мы хотим иметь детерминирован. Ну, и кратенькая вот иллюстрация, мы, собственно, с этим уже имели дело много раз. У нас, предположим, что у нас есть две параллельно работающие нити, первая, вторая, и у нас есть разделяемый ресурс глобальный переменный amount с начальным значением 100. Ну, и, допустим, одна нить уменьшает значение глобальный переменный amount, другая нить увеличивает значение глобальный переменный amount. И типичный код для x86, то есть миллилубитного, при манипуляциях с глобальной переменной amount, он будет выглядеть таким образом. Мы сначала amount считываем на регистр диа x, вычитаем, потом кладем его обратно в память. Ну, и тут, соответственно, аналогично будет. Ну, и если мы представим, что эти две нити работают физически параллельно, или даже они могут работать на одном ядре, но если мы представим, что выполнение между этими двумя нитями может переключиться в совершенно произвольный момент, мы можем получить какие угодно значения. Мы можем здесь получить правильный, то есть 100 минус 30 плюс 10, 80, либо неправильный 70. Мы считали значение 100, потом 10 закоммитилось, но считанное значение 100, из него вычислось 30 и закоммитилось в итоге 70. Неправильный 70 будет. Либо неправильный 110 в обратной ситуации. Здесь мы имеем дело с ошибкой race condition, или, точнее, с более узким его подклассом, ошибка data race, то есть это такой вид race condition, который происходит на ячейках памяти в нашей памяти. Соответственно, вот это, как я сказал, наш race condition или data race, они очень неприятные типа ошибок, они могут возникать редко, их очень трудно выявить. Если мы будем их как-то там профилировать, будем использовать какой-нибудь там thread sanitizer или аналогично там ballgint, то мы, может, ее найдем, можем не найдем. Опять это все зависит от того, попадем ли мы в эту ситуацию или не попадем, вообще непонятно. Доказать, что программа не содержит race condition в общем виде невозможно. Конечно же, если мы будем накладывать какие-то разные драконовские ограничения на использование глобальных переменных, то мы можем там получить некоторую очень узкую модель, в которой мы можем как-то доказывать, что у нас race condition не бывает. Например, по этому пути пошел язык Rust, наложив 100-500 ограничений на использование, сказав, что зато мы, может быть, мы можем быть, сможем доказать, что race condition не было. Ну, тоже вариант. Поэтому вот такие вот гонки, ну, в традиционных языках, типа там CC++, Java, в таких вот языках, в C-Sharp, где нет каких-то ограничений, накладываемых языком на использование, на одновременный доступ к ресурсам в общей памяти, приходится, так или иначе, эти все ошибки, ну, нет такого другого способа, кроме как думать. Просто каждый раз, когда мы обращаемся к какой-то глобальной переменной, нам нужно думать, как там оно вообще может складываться, и что мы вообще с этим можем делать. И вот такие фрагменты кода, которые манипулируют с разделяемым ресурсом, в нашем примере, это глобальный переменный I. Такие вот фрагменты кода, которые с ним манипулируют вот эти вот три машинных инструкции, здесь три машинных инструкции, они называются критическими секциями. И для критической секции, то есть, точнее так скажем, если нам важно, для обеспечения корректной работы нашей программы в целом, нам важно, чтобы вот этот вот фрагмент нашего кода исполнялся, ну вот в режиме, скажем так, атомарного, ну или там взаимного исключения, то есть мы хотим гарантировать, что когда мы выполняем некоторый вот этот фрагмент кода, никакие другие нити не делали бы, не входили бы в аналогичные фрагменты кода по работе с тем же самым глобальным ресурсом. Вот такие вот секции, ну такие вот фрагменты кода называются критические секции. Если мы не гарантируем эксклюзивное исполнение нашего кода внутри критической секции, ну то, что не то, что неправильно стало не гарантируем, а если мы не обеспечиваем эксклюзивное исполнение фрагмента кода в рамках критической секции, вот например, вот здесь, вот здесь вот, наша программа может давать неправильный результат. И вот это не то, что это определение критической секции, это такое вот хорошее понимание критической секции. Понятно, что мы можем вообще нити просто запускать последовательно, там оградиться каким-нибудь не знаю, там, большим замком на все, то есть вообще работать с каким-нибудь модулем балансов может вообще только одна нить, но понятно, что вот если мы будем делать очень большую критическую секцию, да, мы гарантируем безопасную работу, ну тогда мы можем вообще отказаться от нити в итоге, в самом таком варианте, экстремальном, но и существенно понижаем возможности по распараллельниванию, по тому, что мы можем извлечь из параллельно работающих нитей. То есть, чем больше времени параллельно работающие нити проводят в критических секциях, тем менее они масштабируемы. Ну, то есть, там есть так называемый закон Амдала, если у нас какая-то нить проводит в критической секции, например, 1% времени, и другая нить проводит в критической секции 1% времени, и третья нить проводит 1% времени, то мы, по сути, можем распараллельить только 99% времени, которое она выполняется. Если какая-то нить проводит 50% времени внутри критической секции, то мы можем распараллельить только оставшиеся 50%. И у нас как раз будет такая вот функция, плавно нарастающая, характеризующаяся законом Амдала. Сейчас я его можно легко найти. Вот, например, разные графики. Ну, хотя бы вот в Википедии, да. Вот, чем больше времени мы проводим во вне критической секции, тем у нас лучше распараллеливаются наши нити. При 95% времени, вот мы выходим на насыщение в районе 4096 нитей, производительность перестает расти. Если мы проводим 50% времени в критической секции, ну, производительность перестает расти при 16 нитях. Вот она доходит до пика. Ну, и смотрите, какая она маленькая. Здесь, по сути, у нас ускорение максимально достигается в два раза. Это все как раз вследствие того, что внутри одной критической секции у нас может выполняться только одна нить, и все остальные вынуждены ждать. И чем больше нитей, тем больше времени они проводят при ожидании входа в критическую секцию. Ну, опять, конечно, это некоторая модельная, упрощенная понимание, но, тем не менее, чтобы нам мы могли все представить, как важно, чтобы критическая секция имела минимальный размер. Мы не должны ее растягивать до размера всей нити, всей функции, и не знаю, чего угодно. Чем меньше критическая секция, тем эффективнее будет параллельно работа нескольких нитей. Ну, и основная хитрость, на самом деле, когда мы разрабатываем и параллельные структуры данных, и когда мы пишем программы многонитивые, это выделить во всех параллельных взаимодействиях нитях критические секции таким образом, чтобы они а. сохраняли бы корректность нашей программы, независимо от того, когда у нас будет переключаться контексты между ними, б. имели бы минимальный размер. Это, ну, некоторое, ну, скажем, не наука, это некоторое искусство, сделать так, чтобы программа максимально параллельна. Ну, и в это вкладываются огромные ресурсы. Ну, понятно, что если у нас какая-то массивно параллельная счетная задача, то есть увеличив параллелизм на один процент, мы на наших современных суперкомпьютерах достигаем существенного повышения распараллеливания, существенного ускорения. То есть это все значит. Какие мы требования можем сформулировать механизмом взаимного исключения? Ну, очевидно, что требования корректности. Если у нас какая-то нить, какой-то процесс входит в критическую секцию, то никакая другая нить или процесс не может ввать в эту критическую секцию. Нужно еще, да, замечу, что, конечно же, у нас критическая секция, она привязана к какому-то разделяемому ресурсу. То есть у нас, в принципе, у каждого разделяемого ресурса может быть несколько глобальных переменных. К каждой из них могут быть привязаны свои критические секции. Ну и понятно, что они, в общем, будут независимы друг от друга. То есть мы в две критических секции, относящихся к двум разным ресурсам, вполне можем исправить параллельно. Здесь никаких проблем нет. Это касается и, например, если у нас есть какой-то список, в котором элемент списка мы пометили как эксклюзивный и добавили в нее в мютикс критическую секцию, то мы совершенно спокойно можем параллельно работать с разными элементами списка. Здесь, опять-таки, никаких проблем не возникает. То есть проблема параллелизма возникает только тогда, когда несколько нитей начинают обращаться именно к одной и той же критической секции по одному и тому же ресурсу. Это вот корректность. Ну и понятно, что у нас корректность, в частности, означает, что процессоры могут работать с разной скоростью, у нас могут возникать разные непредсказуемые задержки в исполнении процессоров, там, виртуальная память, кэш, чего угодно, пейджфолты, и мы не должны делать никаких предположений о том, что у нас происходит в других процессорах. Просто наш механизм взаимного исключения должен работать корректно, независимо от относительных скоростей других ядер. Если процесс или нить уходят из критической секции, то мы про нее забываем. И процесс или нить вне критической секции никак не влияет на критическую секцию и не должен быть причиной блокировки других процессов в нашей критической секции. Следующее важное свойство – это масштабируемость. Если так случилось, что несколько нитей ждут входа в критическую секцию, то не нужно очень плохо, если вот эти вот ждущие нити будут потреблять процессорные вреды. То есть само ожидание освобождения критической секции тоже должно быть как можно более эффективно, не должно нагружать процессор, потому что тоже будет влиять на параллелизм исполнения, на наши возможности прорасправливания. Если каждая ждущая нить будет грузить процессор, процессор будет занят на бесконечную работу, бесполезную работу и эффективность уменьшится. Это масштабируемость. То есть мы должны ждать тоже как можно более эффективно. Ну и последнее свойство, скажем так, оно в общем не гарантируется, его как таковое достаточно трудно достичь, но оно в общем полезное само по себе, это свойство справедливости, то есть fairness. ну собственно ну как если мы представим себе ситуацию в реальной жизни, когда у нас есть какой-то один ресурс, какая-то касса, например, к которой выстраивается очередь. Вот очередь в кассу это какая-то гарантия fairness, то есть справедливости, то есть у нас там очередь как-то идет и когда бы там человек в очередь не стал, он рано или поздно будет обслужен. Однако если мы представим себе вот эту вот кассу и к ней не очередь, а просто толпа, а именно эта модель по сути базово реализована в бьютиксах и в кондварах, то есть там нет никакой очереди, представим себе там кассу, которая просто толпа, толпится толпа. Как она там толпится непонятно, кто там пролезет вперед непонятно. И вот ситуация, когда у нас нет никакой вполне возможна ситуация, что какой-то процесс, ну вот просто он будет ждать и ждать. Все время какой-то найдется другой процесс, который, в кавычках, его оттолкнет и сам получит доступ к ресурсу. И это будет несправедливо. Какой-то процесс никогда не получит доступа к ресурсу и будет так иначе все время ждать. Я, понятно, что я ситуацию упростил, но вот проблема справедливости в вот в разделяемых ресурсах, в доступе в разделяемых ресурсах, она тем не менее важна. Поскольку, ну вот, если мы на уровне компьютерной логии, у нас разные нити могут быть разные приоритеты, там могут какие-то быть срочные операции, ну и даже в условии наличия приоритетов срочных операций, в общем-то, мы все-таки хотим обеспечить справедливость, что если процесс какой-то, низ какой-то и ждет чего-то, рано или поздно он дождется. Так, к этому поздно ведемся. И вот, как я сказал, и я об этом уже говорил, когда мы с вами рассматривали ивент ФД, самый низкоуровневый, самый базовый примитив синхронизации называется семафор. И вот в самом общем виде семафор был предложен в начале 70-х годов ученым Эдгаром Дейкстрой, одним из самых известных основоположников современного компьютер-сайенс. Он очень много сделал, в частности, и для параллельных процессов, и просто для компьютер-сайенса, алгоритма Дейкстры, вот это все. и он предложил такую модель, такой вот специальный тип данных семафор, который нам позволит решить задачу эксклюзивного доступа, задачу ограничения критической секции для доступа к издеваемому инсерсу. Итак, семафор это некоторая целая переменная ограниченного диапазона, на которой определены две операции. Операция down, ну или lock, можем так считать, которая семафор опускает. Здесь вот в базовом комплектации операция down определена с дополнительным параметром v, это значение. И если мы соответственно мы пытаемся уменьшить значение нашего семафора на значение v. Если значение семафора текущее значение s больше либо равно v, то есть после уменьшения оно окажется неотрицательным, то эта операция выполняется, значение семафора уменьшается на вот это вот число и на этом операция down завершается. Если мы не можем выполнить эту операцию немедленно, то есть значение переменной s меньше, чем v, то операция down блокируется в том смысле, что вот тот процесс или та нить, которая попыталась выполнить вот это вычитание, она переводится в список процессов или нити, ожидающих изменения состояния семафора процессов. Ну, так как вот по аналогии, когда мы выполняли системный вызов read, пока данных нет, у нас процесс там спал, он переводился в состояние sleeping, ожидания ввода, вывода. Здесь то же самое, если мы не можем выполнить операцию немедленно, процесс или нить, который запросил эту операцию, переводится в состояние ожидания изменения значения семафора, и может и будет в нем находиться какое-то неограниченное время, а пока состояние семафора не изменится. Ну и собственно у нас процессы могут приходить, там выстраиваться в толпу ожидающих изменения, ну и там она будет растаять. И обратная операция, операция up или unlock, тоже со значением v, она прибавляет значение v к текущему значению семафора. Мы знаем, что значение семафора у нас не отрицательное, но значение увеличивается. При этом у нас возможно у нас вот на этом семафоре ожидало некоторое количество нитей, которые ждали изменения состояния этого семафора. В этот момент все вот эти ожидавшие процессы или нити они пробуждаются, чтобы они еще раз попробовали выполнить эту операцию. То есть не гарантируется, что они все ее выполнят. Нет. Им еще раз дается шанс, чтобы повторить эту операцию. Что у них получится? У кого-то из них может получиться, у кого-то из них может не получиться, тогда они там снова уйдут в сон. Ну, то есть там, условно говоря, толпа перед кассой, из кассы человек, касса кого-то обслужила, тут там загорается зеленый огонек, все толпа одновременно пытается ломиться, вот просто сразу все одновременно пытается ломиться в кассу, условно говоря, у кого-то одного получается, а все остальные снова остаются ждать. Вот такая вот жесткая такая, без какая-то нерегулируемая по сути модель, она реализована в семафорах. Минимальное значение s это равно нулю. Максимально тоже может быть какое-то ограничение. По крайней мере, если у нас int, то понятно, что все целые числа у нас ограничены максимально. Ну и мы можем считать, например, что переполнение нашего значения семафора нам даст какой-то андефайм-бехейвер, аварийное завершение, не знаю, ничего там, не важно. То есть мы будем исходить с предположения, что андефайм-бехейвер не бывает, что у нас там всегда диапазона хватает. И что очень важно, что нужно обязательно подчеркнуть еще, я обращаю внимание, что операции и down, и up это атомарные операции. Именно в том смысле, в котором я начал говорить о понятии атомарности. То есть они атомарны по отношению к наблюдаемому значению семафора s. то есть если мы представим себе вот это вот значение условно говоря, состояние процессов, процесс находится вне критической секции, или процесс находится внутри критической секции, и плюс еще значение семафора, то вот это множество значения семафора и множество состояний процессов вне и внутри критической секции, оно меняется вот одним моментом для любого внешнего наблюдателя. То есть у нас даун сработал, мы взяли какой-то процесс, его забрали из списка ожидающих, пустили его внутрь критической секции, он пошел дальше работать. Для внешнего наблюдателя, который отслеживает состояние процесса и состояние семафора, это будет вот как он не сможет поймать ситуацию внутри, когда там, например, мы проверку выполнили, а уменьшение еще не сделали. Там проверку выполнили, а процесс еще не разбудили. Вот это все будет как одно целое выполняться. Вот это, скажем так, основное определение семафора. И семафор это основной, как я уже сказал, низкоуровневый примитив, с помощью которого мы на основании, на котором мы можем уже реализовывать более-менее любые, более сложные синхронизационные операции. Здесь вот в этом определении определен семафор самого общего вида, а дальше, например, если у нас семафор имеет значение 0 либо 1, то такой семафор будет называться бинарный. Мы можем тогда не указать второй параметр, у нас просто есть операция up and down или unlock и lock, которая переключает значение семафора между нулем и единицей. Это вот у нас будет бинарный семафор. Ну и, наоборот, если максимальное значение семафора какое-то там больше единиц, это будет у нас считающий семафор. Иногда операции down и up, в них параметра v нет, там подразумевается значение единичка, то есть операции up и down увеличивают на единичку и уменьшают на единичку, даже в случае, когда у нас есть максимальное значение больше единицы. Ну это какое-то подможество, такой семафор, эквивалентный семафор, в котором мы можем уменьшать или увеличивать на произвольные значения. Поэтому вот здесь дано самое общее определение, вычитание и прибавление произвольного значения. Плюс еще, у операции down и up нет никаких ограничений на то, какой процесс или какая нить может выполнять эти операции. Условно говоря, мы можем опускать семафор одним процессом или одной нитью, а поднимать его другим процессом или другой нитью. Мы можем выполнять операции в порядке опустил-поднял, а можем выполнять операции в порядке поднял-опустил. Мы можем выполнять операции в порядке, собственно, там, лог, и мы ждем на пустом семафоре, пока какой-то другой процесс не сделает анлог. Можем делать лог на непустом семафоре, когда заканчиваем критическую секцию, делаем анлог и освобождаем семафор. И вот эта мощность позволяет использовать семафоры для всего, для двух, на самом деле, разных целей. И для взаимного исключения, то есть когда я с помощью семафоров ограничиваю одновременный вход нескольких нитей внутрь критической секции. Это механизм взаимного исключения, очевидно, я могу семафоры для этого использовать. Это первое использование семафоров и второе использование семафоров для нотификаций от одного процесса или нити к другому процессу или нити. То есть, условно говоря, у меня один процесс или множество процессов чего-то ждут или нитей, соответственно, а какая-то еще нить отправляет им нотификацию, и они все пробуждаются и начинают работать. Это тоже делается с помощью семафоров. То есть, вот еще раз скажу, что семафоры являются уникальным, универсальным механизмом низкоуровневой несинфронизации параллельно работающих процессов и линей. Но вот в варианте, в котором семафоры изначально определены, они определены все-таки, ну как сказать, достаточно общим. И очень сложно сделать эффективную реализацию семафоров общего вида, а еще и такую, чтобы минимально привлекать ядро операционной системы. У нас здесь сложная операция, у нас здесь там как-то вот два разнородных использования. Поэтому вот мы за основу берем вот этот вот семафор общего вида и накладываем на него некоторые ограничения, чтобы его можно было реализовать эффективно и по возможности без привлечения ядро операционной системы, по максимуму не привлекая ядро операционной системы. Мы получаем такой тип данных, который называется Mutex. То есть Mutex, другим словом, Mutex это сильно порезанный семафор, который сделан для максимально высокой производительности. Что из себя представляет Mutex? У него два состояния, в каком-то смысле это бинарный семафор. Он либо закрыт и равен нулю, либо открыт и равен Mutex. Ну, можно сказать, что начальное состояние семафора это ядрец. То есть, когда мы его проинициализировали, он у нас будет открыт и равен Mutex. Тогда какая-то нить, которая приходит к этому Mutex, она его закрывает, делает операцию LOCK в контексте Mutex. Они обычно называются LOCK и UNLOCK. И его значение становится равным. Но после этого у Mutex есть процесс-владелец. То есть, мы Mutex закрыли, и у нас есть тот процесс, который его закрыл. Ну, или та нить, которая его закрыла. И, в общем-то, только вот эта закрывающая нить может его открыть. Другими словами, у нас есть вот такой специальный ограниченный вид семафора. Начальное значение его единица. Какая-то нить его может закрыть. Все остальные нити будут в этот момент ждать открытия. И эта же самая нить, которая закрыла Mutex, должна его открыть. И, соответственно, другие нити, какая-то из других нитей в этот момент продолжит выполнение. Его еще раз закроет и будет выполнять критическую секцию. Соответственно, вот такое ограничение, что наличие процесса владельца, значение 0 либо 1, оно позволяет реализовывать Mutex очень эффективно. Все остальные варианты, которые здесь не рассмотрены. Например, если мы возьмем Mutex. Ну, что будет, если какая-то нить дважды сделать unlock? То есть прибавить единицу и после этого еще раз прибавить единицу. Undefined behavior. Мы не хотим определять поведение Mutex для этого случая. Ничего не знаем, разбирайтесь сами. Undefined behavior. Что будет, если, например, какая-то нить вошла, сделала lock, а unlock делает другая нить? Undefined behavior. Unlock должна делать тоже та же самая нить, которая делала lock. Мы не хотим разбираться с этим случаем, мы хотим делать максимально эффективно. И третий вариант, что будет, если какая-то нить дважды сделает lock? Undefined behavior. Не хотим разбираться с этим случаем, мы хотим все делать максимально эффективно. То есть все потенциальные ошибки в случае с Mutex это unddefined behavior. Все для того, чтобы делать это все максимально эффективно. Ну и вот, переходя к библиотеке PITRED, у нас есть Mutex, которые называются PITRED Mutex T. Вот этот вот тип данных PITRED Mutex T. И функции инициализации, где мы хотим проинициализировать Mutex и можем указать его какие-то дополнительные атрибутики. Где инициализация destroyer? И lock и unlock. Две вот, lock и unlock, то есть lock то же самое, что down, unlock то же самое, что up. Но есть еще try lock, когда мы проверяем, но если он занят, то мы просто даем false значение. Ну, будем считать, что это нам не нужно, мы их особо использовать не будем. Вот тот базовый вариант, о котором я только что сказал, где любой шаг в сторону, это undefined behavior. Это вот такое вот дефолтное поведение Mutex. Бывают еще так называемые рекурсивные Mutex, о которых я там пару слов чуть позже скажу. Для них поведение чуть сложнее, но они чуть менее эффективные, соответственно. Вот дефолтный Mutex, он у нас будет не рекурсивный, не проверяющий Mutex, который там при любом неправильном использовании Mutex нам будет давать undefined behavior. Соответственно, если я хочу закрыть некоторую критическую секцию, я делаю petret-mutex lock. Если я хочу открыть критическую секцию, я делаю petret-mutex lock. Давайте попробуем пример такой из Mutex сделать. Вот я возьму за основу тут пример tls.c, где у меня была какая-то глобальная переменная, которую я там как-то модифицировал. Вот. И давайте я добавлю Mutex, который будет защищать нашу глобальную переменную. То есть я теперь хочу сделать настоящий глобальный. И глобальный Mutex, petret-mutex t, допустим, я его назову M. Ну и чтобы не вызывать отдельно функцию petret-mutex init, я могу использовать специальную констанцию petret-mutex initializer. Petret-mutex initializer – это статический инициализатор. Я его могу использовать и для глобальных, и для локальных переменов. Ну и он заменяет собой явный вызов petret-mutex. А Mutex по умолчанию будет дефолтный, то есть не рекурсивный и не проверяющий. И он по умолчанию будет открыт. И обратите внимание, что я должен это сделать, иначе у меня будет indefined behavior. Я должен его либо так проинициализировать, либо его проинициализировать с помощью функции petret-mutex init. Ну, например, если у меня он будет внутри какой-то динамической структуры данных, где-то там в кучу вылили, иногда у меня нет никаких вариантов, кроме petret-mutex. Ну и, соответственно, если я хочу теперь работать с моей переменой var, petret-mutex.log, M, и petret-mutex.log. Собственно, вот в самом экстремальном варианте, наименее эффективном, я должен каждую потенциально разделяемую переменную, будь то она динамическая, будь то она глобальная, вот как-то под такую каждую потенциально разделяемую переменную отводить mutix. И вот перед работой с этой переменной, как-то там с этим mutix ковыряться его log и unlog. Ну, тут мы сейчас, блядь, чуть не поймем, кроме того, что там, ну да, 101, 102. Как-то это выработает. Ну, обратите внимание, что на самом деле здесь нам даже будет гарантирован порядок, сначала 101, потом 102, потому что fprintf у нас находится внутри нашей критической секции с увеличением. Это плохо, на самом деле, потому что fprintf, ну, такая тяжелая функция, она, естественно, очень сильно нам понизит параллелизм, ну, и поэтому нам как-то более эффективный вариант был бы сделать локальную копию значения. Вот так вот, и после этого печатать ее. Ну, понятно, что здесь мы уже получим недетерминизм относительно порядка выполнения fprintf. Ну, когда-нибудь, наверное, получим. То есть тоже не с первого раза, очевидно. Самое базовое использование mutix, условно говоря, натыкать mutix к каждой глобальной переменной, к каждой структуре данных, их все время лочить, тем лочить. Ну, это плохо, очевидно, поскольку, ну, будет очень много ненужных тогда локов и анлоков. Как бы не были оптимизированы функции mutix lock и mutix unlock, они все-таки, ну, естественно, будут занимать время. Давайте мы попробуем сделать такой пример. Вот у меня есть две нити, и я в рамках каждой нити сделаю миллион операций, скажем. Увеличение состояния нити. Питает mutix lock, плюс-плюс, питает mutix unlock, и это все давайте сделаем в первый раз. Вот обратите внимание, что тут у нас уже начался разнобой какая-то. Ну, понятно, что та нить... Ну, на последней итерации значений, конечно же, у нас будет вот это вот. А вот, когда завершается миллионная операция в первой завершившейся нити, вообще никто не знает. Видите, у нас первое значение каждый раз будет разное, значит, потому что эти нити выполняются. И в какое-то время первая нить завершит миллионная операция относится на второй нити, неизвестно. Вот у нас получилось время... Давайте я лучше сделаю побольше. Десять миллионов. И поставлю флажок О2. Вот это вот юзер. Общее время 3 секунды. рио 2.2, юзер 0.8. И это все, на самом деле, вот этот весь сис, это то, что мы провели в петерет и юзер 0.8. Ну, давайте я это закаменчу. Конечно, программа будет из-за этого неправильной, но, по крайней мере, мы можем сравнить накладные расходы, которые у нас были... Вот смотрите, сравните время, которое с бьютиксами, и время, которое без бьютиксов. Оно, сколько, 10 раз? 20 раз больше, по-моему. Ну, и сис, естественно, никакого нет, поскольку здесь никаких системных вызовов не происходит. А юзер вот 58, ну, то есть 0.06 секунды по сравнению с 0.03 секундой в втором случае. Ну, и, кстати, обратите внимание, что когда у нас процесс состоит из нескольких нитей, у него юзер оказывается больше, чем рио. То есть в реальном времени процесс проработал 2-3 секунды. То есть, как бы не были эффективны бьютиксы, они, конечно же, все-таки замедляют программу. Конечно, нужно сказать, что это не юзкейс для бьютиксов, поскольку здесь постоянно происходит борьба за лог. Это не то, ради чего бьютиксы оптимизировались. Но в качестве иллюстрации вполне иллюстративно. И, кстати, обратите внимание, что вот когда я бьютиксы убрал, я здесь вернул ключевое слово volatile. Иначе у меня оптимизатор заоптимизирует мою программу. Вот два у меня вот здесь есть. Ну, вот видите, просто оптимизатор все посчитал сам. Этот цикл сам свернул, без какого-нибудь выполнения. Посчитал константы и сразу эти константы напечатал. Volatile предотвращает вот эту оптимизацию. Но, еще раз, и обратите внимание, что если я использую обертку ptrade-lock и ptrade-unlock, volatile уже не нужен. Поскольку сами по себе функции lock и unlock, они работают, ну, как бы вот они предотвращают оптимизации доступа в память, которые находятся внутри вот этой вот скобочки lock-unlock. То есть компилятор ни в коем случае, естественно, не будет пытаться оптимизировать доступ к переменному бару в силу семантики lock-unlock. Поэтому, в общем, смотрите, еще раз повторюсь, что в многонетивой программе volatile вообще не должен присутствовать никогда. volatile в многонетивой программе – это признак непонимания того, что происходит, или ошибки какой-то, рейс-кондишн. Потому что если вы используете lock и unlock, то volatile вам не нужен. Это компилятор вам гарантирует отсутствие оптимизации при доступе в памяти. А если вы lock-unlock не используете и volatile, ну, вот как в предыдущем примере делаете для одновременно, для запрещения финанса, то это делать неправильно, у нас там все равно есть дельтерейс. Так, вот пример использования mutix. Здесь я использую обычные базовые нерекурсивные mutix, которые при любой ошибке дают anti-fine behavior. Что такое рекурсивный mutix? Вот я до этого сказал, что если какая-то нить пытается сделать lock два раза, то это anti-fine behavior. На практике, ну, скорее всего, нить сама себя залочит, а в валюту тот лок. Но этого никакой гарантии нет. Считается, что это anti-fine behavior. Но, вообще говоря, операция повторного lock на один и тот же mutix, она бывает иногда осмысленная. Когда она может, например, возникать? У нас могут быть сложные, допустим, функции. Ну, вот представьте себе, что мы пишем какой-то класс в рамках C++. который будет у нас использоваться из параллельного многонетевого окружения. Вот, давайте я попробую просто его набросать. у нас, я рассчитываю на то, что мой класс work будет использоваться из нескольких ники. Ну, допустим, у него есть некоторый там внутренний метод, внутренний, прошу прощения, переменная член-класса, переменная на поле класса, допустим, x. И я буду писать различные методы, которые будут вокруг этого работать с этим x. Мне нужно, причем, поскольку я предполагаю, что у меня класс должен быть thread-save, то мне нужно будет писать какие-то обертки вокруг этого, чтобы гарантировать, писать локи и анлоки, чтобы гарантировать, чтобы вот с x я мог работать корректно. Про C++ конкретно, как это делается, мы с вами поговорим попозже. Я пока ограничу на каком-псевдоконе. Ну, соответственно, у меня может быть там какая-то функция, условно, сделают так, do it, некоторая функция, которая делает log, условно пока пишу, не придирайтесь к названиям типов. log m делает, что-нибудь делает с x. Допустим, x плюс равно 2, unlock m. Нормально все, мы сделали log, подправили, сделали unlock. Предположим, что мы пишем другую функцию, которая тоже что-то хочет сделать с этим классом. которая тоже на всякий случай берет log, на всякий случай берет unlock, естественно, делает lock, делает unlock. А тут вдруг мы хотим внутри вызвать функцию do it. Вот так вот. То есть, мы хотим, чтобы наша функция do it, она гарантированно была критической секцией, исполнялась бы в критической секции относительно других нитей. Ну, а мало ли там, мы захотели внутри этой функции выполнить функцию do it. И вот тут вот мы попали, у нас проблема. Потому что сам по себе do it тоже делает log и unlock. Соответственно, когда мы попытаемся сделать второй раз log, мы здесь лог сделали, вошли в do it, еще раз сделали log, undefined behavior или deadlog. Все, наша программа сломалась. И для таких случаев как раз и нужны декурсивные функции, которые позволяют нам выполнять операцию log в разовольном количестве. Ну, чтобы я не считаю, что это красный. И нам необходимо сделать парное количество операций unlock, чтобы нормально освободить наш mutix. То есть мне нужно здесь, в этом примере, мне нужно использовать не просто mutix, он не работает, а некоторая конструкция называется recursive mutix. Чтобы гарантировать корректность повторных операций log на одном и том же mutix из одной и той же нити. Ну, опять, мы легко можем его реализовать с помощью mutix внутри счетчика, без проблем. Базовый наш самый базовый mutix останется базовым, эффективным, ну, и прекурсивный mutix будет чуть менее эффективным, чем базовый mutix. И, на самом деле, вот такие вот штуки, такие вот идиомы, они, ну, это некоторые идиоматичные такие вот конструкции, когда мы пишем внутри класса методы, которым для своей работы нужен некоторый вот log внутри самого нашего объекта класса. В C++ как такового этого нет, но если кто из вас знаком с каким-то там C-шарпом или Java, то вот это, например, в Java рекурсивный mutix спрятан внутри каждого объекта, и мы можем в рамках Java делать методы синхронизированными. Вот я условно пишу. И это подразумевает как раз неявный log и unlock внутри при входе в эту функцию и, соответственно, при выходе в эту функцию. То есть вот эта вот магия рекурсивного mutix от нас прячется. То есть мы получаем вот такую вот структуру данных, которые есть синхронизированные, ну, то есть, по сути, работающие в режиме критической сети, и обращение в режиме критической сети. И в этом структуру данных, в этом названии, эта структура называется монитором. То есть монитор уже, получается, это некоторая более высокоуровневая структура данных, как правило, реализуемая на уровне языка программирования. Вот я этот некоторый... Ну, это вот пример на Java, по сути, у нас получилось. Пример на Java, то есть монитор встроен в язык программирования и позволяет выполнять какие-то... позволяет синхронизировать, позволяет реализовать критические секции на уровне языка для доступа к какой-то структуре данных. Структура данных в нашем примере – это класс. и синхронизировать ключевое слово, которое внутри себя как раз делает исключительный доступ. Как оно реализуется, я уже показал. Это некоторый рекурсивный семафор внутри и операция взятия семафора и освобождения семафора, обрамляющая каждое такое синхронизирование. Ну, еще раз повторю, что это вот, вот это вот, имеет специальное название, называется монитор. Так, возвращаясь к нашим медиксам, соответственно, чтобы не нормально реализовать медютиксы, мне нужны рекурсивные медютиксы, операция медютикслог. Ну, для этого вот мне потребуется некоторая магия с медютикс-атрибутами. Я создаю рекурсивный атрибут и инициализирую медютикс с рекурсивным атрибутом. То есть, если уже не получится использовать такой вот дефолтный глобальный initializer, вот, и как я сказал, что такое монитор. Вот, только что мы тоже рассмотрели. Давайте мы сейчас сделаем 10-минутный перерыв до 10-ти, 5-ти, 10-ти, 5-ти. Давайте до 10-ти, 5-ти сделаем перерыв. И потом продолжим уже с рассмотрением следующих средств синхронизации и примерным применением средств синхронизации. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Да, вопрос. А у нас планируется через неделю контрольное? Планируется. Спасибо. Чтобы проиллюстрировать практическое использование медютиксов, давайте рассмотрим одну из классических задач синхронизации параллельно работающих процессов. Это задача обедающих философов. Задача была в такой шуточной форме, в литературно-шуточной форме, как раз предложена тем же самым Эдгаром Дейкстерой, в то же время, когда он предложил и синхронизацию с помощью семафоров, и, по сути, семафоры использовались как и средство решения задачи обедающих философов. В чем заключается эта задача? Представим себе какое-то количество философов. Вот здесь на рисунке 5. Ну и обычно в литературе почему-то берется 5 философов. Ну, собственно, здесь такое, что для меньшего количества философов задача не особенно интересная, а для большего она, в общем, ничем принципиально не отличается. То есть мы берем минимальное слежательное количество 5. У каждого философа есть, соответственно, они все сидят за круглым столом, то есть и рядом с каждым из них есть фтонга, перед каждым из них есть тарелка, и справа и слева от каждого философа есть вилка. То есть мы видим, что у нас есть 5 философов и есть 5 вилок. Ну, то есть, чтобы, получается, чтобы есть, нам нужно 2 вилки, вопросами гигиены мы, конечно, пренебрежем в этом примере. То есть получается, что, чтобы какой-то философ мог есть, он должен взять вилку слева от себя и должен взять вилку справа от себя. Пока он не возьмет обе вилки, к идее он не приступает. Ну, и цикл жизни обедающих философов, собственно, заключается в следующем. Они какое-то время думают, пока не проголодаются. Потом, если они проголодались, они берут в каком-то порядке вилку слева от себя и вилку справа от себя и какое-то время ведят. Насыщаются, после этого кладут вилки и продолжают думать. Ну, то есть, три стадии. У каждого философа есть. Думать, брать вилки и есть. Мы можем предложить, вот если мы будем моделировать эту модельную задачу таким образом, что вилка у нас некоторый разделяемый ресурс, по сути, у нас пять вилок на пять философов. А философ – это у нас нить, то какое-то простое решение у нас будет выглядеть вот таким вот образом. некоторый философ с номером И и в бесконечном цикле он у нас будет думать, брать вилки слева и справа от себя, есть и класть вилки обратно. И все это в бесконечном цикле. Вот давайте мы, я попробую набросать это простое решение на библиотеке Петрад, чтобы посмотреть, как это все вообще работает. Так, что мы сейчас будем делать? Класс. У нас будет нить, отвечающая за философа, и эта нить у нас будет получать свой номер. Кроме этого, у нас будет массив вилки мы представим в виде утиксов, то есть на каждую вилку у нас будет по своему утиксу. Давайте у нас будет функция main, count. мы будем брать из аргументов командные строки и будем создавать в этом количестве соответственно наших философов. Что нам нужно, как я сказал, нам нужно будет создать массив глобальными переменами для простоты это сделаем. piece red works поскольку мы сейчас как раз в случае у нас массив вилок выделяется динамически, нам нужно будет его проинициализировать с помощью цикла. Соответственно мне будет нужно будет bit red youtube.finit forks.it кроме этого нам нужно как-то мониторить еще что происходит у этих философов. для этого давайте мы сделаем следующим образом. Я просто заведу одну строку символную длины count плюс один ее в конце будет нулевой байт заполню ее сначала пробелами с нулевым байтом в конце и буду ее все время чарлить. То есть у меня будет такая строка char state соответственно у меня будет изначально заполню ее пробелами проинициализирую количество count штук и в конце допишу 0 и моя главная программа я чуть ниже ее напишу но она давайте в бесконечном цикле while1 будет делать usleep на сколько там на 0,1 секунды например на 100 мс и будет печатать printf %s нашу мою переменную state так string еще нам нужно вот если я сейчас запущу у меня вот допустим на философах ну что-то там происходит строка пробелов давайте мы ничего не видим но и давайте теперь собственно запускать вот state точнее count нитей для этого еще нужен будет массив с номерами нити и собственно давайте создавать наши философы 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 и repeat red create а еще массив этих идентификаторов надо потом чуть позже каждой нитей я передам передаю адрес адресовой переменой содержащий номер нити чтобы каждый философ у нас занял свой так ну и чего давайте все вот у нас тут пт приходит мы возьмем его номер это у нас соответственно будет звездочка in звездочка ptr разменование и мы можем условно говоря сразу выделить два mutix которые для нас интересны это будет нам и допустим next это будет нам плюс один процент от count еще нам потребуется два mutix с номерами нам и next это собственно условно говорят две вилки которые этот конкретный философ будет оттягать это вилку с номером равным номером философов и вилку с номером на единичку больше по модулю соответственно последний философ у нас будет дергать ну и давайте соответственно здесь теперь сделаем бесконечный цикл их жизни колесо страданий так сказать что он делает мы устанавливаем его состояние в syncing то есть стоит нам присвоить допустим большая буквка t давайте проверим что это работает допущу какое-то время ждем допустим у slip 1 10 не важно 100 что-то такое мы ждем а после этого мы переведем его в состояние waiting и будем пытаться делать petret mutix log на два mutix на mutix forks с номером нам и на mutix forks с номером next теперь когда он успешно взял эти две вилки он переходит в состояние eating небольшое в этом состоянии тоже какое-то время находится и потом кладет обратно petret mutix unlock допустим forks я пока пишу вас немного неправильно потом конечно мы это обсудим все вот у меня цикл жизни философа получается в течение 100 микросекунд он думает потом пытается захватить вилки вокруг себя потом в течение 100 микросекунд он ест потом освобождает вилки которые он собственно захватил и переходит снова со стороны думать так в бесконечном цикле и моя функция main она собственно в бесконечном цикле 10 раз в секунду будет печатать их состоять ну тут сразу сказать у меня здесь есть data race по переменной state очевидно что функция printf его читает а внутри нити это переменная state модифицируется формально это undefined behavior но я на это сейчас не буду обращать внимания поскольку это безобидная такая вещь то есть реально все что я хочу сделать в моей главной функции просто получить какой-то слепок состояние так давайте запустим что у меня пошло не так что-то они все повисли все они вейтинг нет все повисли вейтинг поработали чуть дольше повисли вейтинг вот что-то происходит и снова они все повисли вейтинг но что-то происходит снова все они повисли вейтинг то есть что-то у нас в этом примере что-то у нас не так и что же у нас не так вернемся к нашей задачи вот вот по сути реализовал наивное решение но что-то с ним не так здесь на самом деле как раз вот эта моя система из параллельно работающих книг попадает в состояние дедлока почему вот если мы вернемся к иллюстрации представим себе ситуацию когда все из этих пяти философов одновременно возьмут например вилку ну скажем справа от себя то есть вот кто-то Платон или кто-то возьмет вилку справа от себя Конфуций возьмет вилку справа от себя Аристотель возьмет вилку справа от себя Декарт возьмет вилку справа от себя и кто-то Рейтниц или кто-то Ньютон возьмет вилку справа от себя все упс они все одновременно взяли правые вилки и вот уже Аристотелю левые вилки не достанется, потому что одна взята Ньютоном или Лейдингсом и кем-то из них. Все, они будут бесконечно ждать друг друга. Система именно попала в ситуацию классического дедлога. То есть нужен ресурс, который уже занят, но он не освободится, поскольку они взаимно ждут друг друга. И это мы прекрасно видим, когда запускаем эту программу. Я стал запускать программу, она немного поработала и варится в дедлог. Вот такая возможная ситуация. И на самом деле задача с лосами это по сути наглядная иллюстрация реальных промышленных, реальных систем, в которых, скажем так, вот здесь у нас все равно к минимуму. То есть у нас у каждого философа есть только два ресурса, которые он может взять. Но главное, что их больше одного. И у нас, естественно, у каждой каждой нити может быть гораздо больше ресурсов логов, которые он может брать. Ситуация только усложнится. Но даже для двух ресурсов, если эти два ресурса, если вот эти вот ресурсы в итоге зависят друг от друга, мы можем попадать в ситуацию дедлогов. То есть это реальная, практическая проблема. То есть, когда у меня есть критические секции, мне как-то нужно разбираться с правильным входом в критическую секцию в случае, если мне нужно больше, чем один ресурс, больше, чем один вьютикс брать. Иначе я буду попадать в состояние дедлогов. Как можно эту ситуацию проиллюстрировать? Вот у меня, если мы оставим только два процесса, там два философа, то есть они будут сидеть друг нахоте в друга, у них будет две вилки. Что у нас происходит при операции взятия вилки в процессе 1? Мы берем нулевую вилку, берем первую вилку. В процессе 2 берем первую вилку, берем нулевую вилку. И вот они одновременно взяли 0,1, и обе вилки оказались заняты. Вот мы свели задачу к минимально возможной двум процессам. Если мы вот в этой ситуации, вот они оба взяли вилку 0 и 1, мы можем проиллюстрировать соотношение между ресурсами вот следующей диаграммкой. Мои процессы, мои нити начинают захватывать ресурсы. Процессу 1 нужны оба ресурса и 0 и 1. Процессу 2 нужны оба ресурса и 0 и 1. И если операция захвата прошла успешно, то мы нарисуем вот в этом графе, в удольном графе процессов и ресурсов, ну или нити ресурсов. Если операция захвата ресурсов прошла успешно, то мы нарисуем дугу от доли нити в доли ресурсов. То есть у нас нить 1 захватила успешно ресурс 0, нить 2 успешно захватила ресурс 1. Но теперь у нас есть обратные на самом деле хотелки. Если процесс 1 ждет ресурса какого-то другого ресурса, то мы ожидания изображаем дугой в обратном направлении от ресурса к процессу. И что мы в итоге получаем? Процесс 1 ждет ресурса 1, процесс 2 ждет ресурса 0. Вот у нас в ней получились обратные дуги, которые здесь на рисунке обозначены красным. То есть черные дуги успешный захват ресурсов, красные дуги это ожидание ресурса. Ну и мы видим, что в этом двудольном графе у нас возникнет цикл. И возникновение цикла в этом двудольном графе означает, что система попала в дедлог. Она не может пройти дальше из-за того, что у нас как раз цикл по занятости и ожидании ресурсов возник, все, мы будем бесконечно ожидать. И это есть один из алгоритмов, которые используются, например, в тех же самых системах управления баз данными для определения ситуации того, что у нас запросы попали в ситуацию дедлога. То есть мы строим граф зависимости нитей и ресурсов, отмечаем на них дуги с успешными захватами ресурсов, отмечаем на них дуги с ожиданием ресурсов. То есть каждая операция, которая перевела наш процесс в режим ожидания, это дуга в обратном направлении. Появился цикл, все, у нас дедлог и самостоятельно эта система из двух процессов из этого цикла из этого дедлога не выйдет. И нам нужно предпринимать какие-то внешние воздействия на эти два процесса, чтобы ее из этой ситуации вывести. Ну, собственно, вот тупик. Вот как раз пример мы видели его на практике. Как нам этих тупиков избегать? Ну, во всяком случае, для обедающих философов есть много вариантов решений. Там мы можем делать решения с, условно говоря, с одним большим бьютиксом на весь стол. Ну, очевидно, что плохое решение, поскольку один большой мьютикс на весь стол, то есть то же самое, что giant kernel log, который есть в некоторых языках программирование. Ну, и значит, у нас не будет параллелизма на уровне нити, по факту. нехорошо. Если мы вернемся к ситуации с двумя простейшими нитями, мы можем исправить проблему, если каждый процесс будет брать вилки в порядке 0,1. И первый, и второй процесс будут брать вилки 0,1. Для двух процессов это понятная ситуация. Ну, собственно, да, это очевидно, достаточно длинных процессов. Но мы можем обобщить это решение и для произвольного количества процессов так, что все процессы или все нити будут сначала брать ресурсы с некоторым меньшим порядковым номером. То есть какой бы у нас не был философ, вот у него рядом лежат вилки с номерами и плюс один по модулю. Вот он их сравнивает и всегда берет ту вилку, первый берет ту вилку, у которой номер меньше. Ну, по сути, все процессы, все философы, кроме последнего, будут брать вилку с меньшим номером, а вот последний будет брать вилку с номером и, а вот последний будет брать вилку с номером ноль, поскольку у него там по модулю все это завернулось. И тогда на этой диаграммке у нас, если мы будем брать вилки в порядке увеличения номера ресурса, у нас вот эти вот красненькие дуги, они будут всегда ориентированы вниз. вот вниз по нашей диаграммке и у нас никогда не возникнет цикла, поскольку цикл у нас возникнет тогда, когда дуга у нас идет вверх, ресурсная дуга. Собственно, вот это одно из простейших решений задачи обедающих философов, а именно получать ресурсы, получать вилки в порядке сначала вилка с меньшим номером, потом вилка с большим номером. Давайте проверим, что это работает. так, что мне нужно здесь поменять? Вот у меня здесь нам и next. Давайте я собственно сделаю прев, что ли? прев. Так, прев next нам оставляют, поскольку я по нему индексирую мое состояние. Ну и если прев больше, чем next, меняем истарь. как-то так. Вот теперь я мое исправленное решение запустил, но как видите, оно там что-то вполне себе жужжит. У нас есть и eating процессы, и syncing процессы, но конечно же видно, что большинство процессов бейтинга. Это недостаток такого решения, поскольку решение с упорядочиванием ресурсов, оно порождает вот такие длинные цепочки ожидания. У нас здесь условно говоря, нити зацепляются одна за другую. Они не задодлочатся, но они зацепляются одна за другую, выстраиваются такие цепочки ожидающих нитей. и достаточно длинные, что не очень хорошо. То есть это не самое лучшее решение в этом контексте. У нас слишком много ожидающих нитей, но тем не менее оно корректное. Оно неэффективное, но корректное. Меньше процессов, у нас эффективность повышается относительно доля тех нитей, которые находятся в каком-то содержательном состоянии, либо единственные быстренькие тогда получается больше, цепочек ожидания становится меньше. Что для этого нам нужно уметь делать? Чтобы уметь реализовывать такое решение, нам нужна тотальная упорядоченность на множестве наших ресурсов. То есть здесь они упорядочены целыми числыми. Не факт, что мы можем их упорядочить целыми числыми, но нам нужно, чтобы разруливать дедлоки наших ресурсов, нам нужно уметь их упорядочить как-то тотально. С этим в принципе проблем нет, если они идут строками, можем строки сортировать, total ordering для них есть, даже можем просто делать total ordering для адресов, по которым размещаются эти ресурсы. Более-менее всегда. Но еще раз повторю, что это будет не самое эффективное решение. Собственно, недостатки этих вот такой вот системы. Мы все-таки вилки берем двумя операциями лог, не очень хорошо, это не атомарная операция появляется. Вот вторая недостатка, которую вы прекрасно видите при большом количестве философов, это неэффективность, большое количество цепочек, длинных цепочек ожидающих философов. И третье это, что нам требуется отношение тотального порядка на множестве ресурсов, на множестве велок. с другой стороны, на велок отправил нас. Другой вариант решения задачи обедающих философов это один мьютикс на весь стол, но это даже, наверное, будет еще хуже, чем решение с такими вот цепочками. Ну, вы можете, по крайней мере, попробовать и проверить. А дальнейшие уже более сложные решения, вот все вот эти решения, которые мы сейчас рассмотрели, они чисто используют мьютиксы, то есть, условно говоря, каждый нить, каждый философ определяет свое поведение самостоятельно в зависимости от виллы, которые находятся вокруг него. То есть, никто наших философов сам снаружи не будет, никто их поведением не управляет, они сами как-то там разрубиваются. Чтобы нам мы могли ждать нотификации и отправлять нотификации, нам нужен другой механизм, который называется condition variables. По-русски условно переменная, наверное, но вот что-то мне не нравится термин. сигнальная переменная, наверное, это даже не переменная вовсе. Как я сказал еще раньше, у нас вот эти семафоры в смысле дейкстры, они могут, они настолько широко определены, что они одновременно и мьютиксы, и средства нотификации. Вот классические интерфейсы нитей, в частности тот же самый петрет, разделяют классические семафоры дейкстры на две сущности. Намьютиксы как эффективный способ взаимной блокировки в клинических секциях и кондвары как эффективный способ нотификации других нитей. Давайте посмотрим, что такое кондвар. Собственно, кондвар это некоторая структура, некоторая переменная, на которую можно ждать. То есть, условно говоря, какая-то любая нить может сказать wait на некотором кондваре. И все. И она заснет, пока кто-то ее на этом кондваре не разбудит. Другая какая-то нить может отправить на этот кондвар либо Notify, по-разному операции называется, Notify, либо Signal, либо Broadcast, Notify. вот это все варианты одного и того же. это нотификация на кондваре. И вот этой нотификации разбудят одну или несколько нитей, которые ожидают на этом кондваре, они просыпаются и дальше уже могут работать. То есть, получается такая просто некоторая точка, где можно ждать и на которой можно будить другие нити. Это вот альтернатива у нас была бы использовать pipe или eventfd с настоящими файловыми дескрипторами, но, как я сказал вначале, файловые дескрипторы это объект гидрооперационной системы, поэтому он очень тяжелый, в общем-то, ну и мы не можем создавать их в программе миллионы или сотни тысяч. Нам нужно что-то более легковесное для нотификаций и дескрипторы это именно тот легковесный механизм. Собственно, нам нужно будет у нас есть операция notify у нас есть init destroy стандартные проинициализировать и уничтожить у нас есть wait для ожидания и у нас есть две операции signal и broadcast они в других API еще могут называться notify и notify all то есть signal это уведомить какую-то одну нить то есть если у нас на окон дворе ждет одновременно несколько нитей то проснется какая-то одна и broadcast это уведомить все нити они все проснутся в зависимости того что нам нужно мы можем либо то либо то использовать ну как обычно перед использованием contvar должен быть переинициализирован но у нас там точно так же есть либо pt-t-cont-init либо у нас есть pt-t-cont-initializer как статический инициализатор для глобальных и локальных переменных ну и обратите внимание что вот если я выполняю операцию wait да логично что мне нужен contvar но почему-то здесь возникает mutix вот это самая непонятная вещь почему для операции wait нужен не только contvar но и mutix вот сейчас попробуем в этом разобраться из соображений эффективности семантика отправки нотификации сделана следующим образом если вот когда мы выполняем сигнал или buracast на некотором кондваре и на нем кто-то ждет то тогда да все те нити которые ждут на кондваре они там все те либо одна из тех они просыпаются то есть условно говоря нотификация доходит до получателя и срабатывает только в случае если в момент отправки нотификации в момент сигнала или бродкаста на кондваре ждут но если на нем никто не ждет то она просто потеряется никто не ждет но и не надо мы сделали сигнал он условно говоря ушел никуда мы пошли дальше его никто не получил эта особенность механизма нотификации отличает их от механизма передачи данных таких как eventfd или pipe где в общем если мы отправили write то мы неважно там когда будет выполняться read он эти данные получит в случае в случае кондваров отправка в никуда теряет данные сделано это для эффективности чтобы как можно меньше привлекать ядро операционной системы код очень простой никто не ждет ну и завершили работу завершили работу кондсигбола а если кто-то ждет запросили ядро чтобы разбудил какой-то один процесс то есть все это ради оптималисти но это и усложняет использование поскольку теперь просто так просто вот этой вот нотификационной перемены просто кондвар уже недостаточно мы можем промахиваться с нотификацией поэтому в комплект кондвару еще нужна какая-то переменная флаг она нужна в случае если мы отправляем в никуда то есть мы все равно тогда установим переменную флаг по сути мы передадим кусочек данных либо один бит данных если она бул либо какой-то инт если она инт мы все-таки передаем как булевский флаг в случае если мы с нотификацией по крайней мере промахнулись флаг то останется и когда чуть позже другая нить будет подходить к операции wait она сначала проверит что у нее флаг собственно равен нулю и только после этого войдет в состояние в состояние wait вот давайте попробуем написать соответствующий фрагмент кода с нотифаем и с wait как у меня здесь может выглядеть то есть у меня есть гипотетический петред конт c я его инициализирую ну и предположим что у меня некоторых фанк 1 хочет ждать а фанк 2 хочет отправить нотификацию ну что мы должны сделать мы добавляем флаг равный нулю изначально если флаг равен нулю ну точнее даже так while правильно писать флаг равен нулю петред конт wait на нашей переменной c ну и когда мы вышли из цикла мы снова можем сбрасывать можем не сбрасывать нужно смотреть о семантике уже гипотетически так пока не пишу нотификация f присвоить единице петред cont signal например или broadcast то есть вот мы вынуждены добавлять вспомогательную переменную флаг сюда чтобы в случае если broadcast или там signal уходит в никуда чуть позже когда мы пришли в эту функцию 1 если у нас какой-то race condition мы в func 1 попали позже чем func 2 мы проверяем что f у нас равна единице и даже в это не делаем сразу идем дальше какая здесь есть проблема ну вы наверное заметили кто смотрит что мы получили ту же самую ситуацию которую мы уже встречались с ожиданиями сигналов точно так же при ожидании сигналов у нас был некоторый флаг который у нас устанавливался в рабочего сигнала и если он у нас был равен нулю мы делали пауз ожидая сигнал и вот в этот самый момент у нас начинался race condition то есть что у нас здесь возможно race condition мы проверили f на 0 да действительно f равен нулю но вот в этом промежутке времени вот здесь не успели еще выполнить петрет кондвейт а другая нить быстренько вот в этот самый момент времени f установила видничку и отправила broadcast или сигнал сигнал отправился никто не ждет поскольку первая нить еще находится вот здесь сигнал пропал вейт пришел мы пришли вейт и остались вейте поскольку сигнал прошел раньше чем первая первая нить дошла до вейта плохо и тогда как раз мы попали что первая нить попала вейт и будет в нем находиться не знаю сколько поскольку ну вторая уверена что сигнал отправила а первая нить сигнал потерялся вот здесь как раз у нас возник race condition аналогично тому который мы наблюдали тогда когда использовали сигналы точно так же между проверкой и входом в ожидание у нас есть небольшое временное окно в котором может состояние измениться и мы к этому оказываемся не готовы и входим в ожидание хотя входить не должны именно поэтому каждый контвар еще защищается мютиксом и вот эти вот все операции мы делаем под мютиксом титрэд мютикс блок в случае сигналов аналогом будет это блокировка сигналов если вы помните то же самое отправка в петер мютикс блок в петер мютикс блок у нас некоторая критическая секция состоящая из установки флага и отправки идентификации ну и здесь критическая секция состоящая из проверки значения цикла проверки значения и ожидания но сразу же у нас возникла другая проблема очевидно что ну как бы вот мы мютикс залочили и никто нам не сможет отправить сигнал поскольку мютикс залочен и именно для этого в петер конт вейт добавлен второй аргумент это мютикс это тот самый мютикс который нужно временно открыть на время ожидания на конт варе чтобы другие нити могли войти в свою критическую секцию отправки нотификации и отправить нотификации то есть здесь во втором аргументе петер конт вейта указывается как раз мютикс который парный к конт вару который ограничивает как раз те критические секции которые работают с этим конт варом чтобы временно открыть доступ к критической секции для тех нити которые будут посылать нам нотификации когда конт вейт заканчивается автоматически мютикс снова лочится и мы выходим из петер конт вейта снова залочен мютикс то есть только во время работы петер конт вейта мютикс будет открыт мы вышли из петер конт вейта он снова будет залочен и поэтому никакой другой процесс не сможет снова войти в эту критическую секцию поскольку эти и вот эти операции у нас выполняются при залочен мютикс и мы корректно еще раз проверяем что у нас f равна нулю что нам никто ничего не прислал выходим из цикла ну и например f спрашиваем и все и наша функция корректно получила нотификации и все и завершила открыла мютикс который парный к кондвару и вышли с функцией вот поэтому как я сказал увы это дополнительный мютикс и поэтому у нас каждый кондвар то есть каждая операция ожидания одной нити каких-то событий а других нити она требует трех объектов кондвара как просто низкоуровневого средства на которое мы ждем и низкоуровневого средства которым мы отправляем нотификацию собственно флаговой переменной которая содержит состояние состояние кондвар сам состояние содержит и мютикс который закрывает кондвар и флаг внутрикритической секции поэтому вот то что я здесь показал это вот такой вот идиоматический код который в общем возникает но здесь он у меня показан на уровне c то же самое на уровне c плюс нам точно также потребуется мютикс для того чтобы мы могли управлять кодом вот идиоматический код отправки идиоматический код ожидания и вот пара код вар плюс мютикс ну плюс там разные уже переменные по смыслу их вот этих вот двух примитивых синхронизаций точнее скажем так витикса и кондвара уже более-менее достаточно для реализации любой синхронизации между мютиками то есть вот это два низкоуровневых примитива витикса и кондвар на них на них строится вся любая произвольность база произвольной сложности там считающие семафоры не знаю там какие-то фьючи промисы все что угодно это все основано в конечном итоге на мютиксах и кондварах и вот мы уже с вами начали рассматривать задачу классические задачи синхронизации процессов на примере задачи обедающие философы обедающие философы в своей базовой формулировке предполагают использовать не только мютиксов как мы указали но есть и другие задачи которые требуют и мютиксов и кондваров для своей реализации ну они здесь некоторые перечислены это например барьер Задача читателей и писателей. Задача производителей и потребителей. Задача стоящего парикмахера. Я сейчас кратко остановлюсь на этих задачах, что они из себя представляют и как они классически решаются. На самом деле это все задачи из практики. В той или иной форме они всегда возникают тогда, когда у нас есть взаимодействующий митинг. То есть там, например, та же самая очередь сообщений – это производители и потребители. Синхронизация скеттер-газа и синхронизация между нитями – это, по сути, барьеры. А читатели и писатели – это база данных. То есть это все практические задачи, которые всегда у нас возникают. Много нитей, мы как-то там смотрим, как нам их нужно синхронизировать друг с другом. Понятно, что в современных библиотеках очень много уже реализованного внутри. Тем не менее, чтобы посмотреть на базовую реализацию, это тоже очень понятно. Барьер. Пусть у нас такая задача. У нас есть n воркеров, которые выполняют какой-то там ворк. Работа работает. И какая-то другая, условно, главная нить хочет дождаться завершения того, ну, все они отработают. Все n нитей должны что-то там проработать. Вот барьер. Пока у нас хоть одна нить не доработала до конца, главная нить будет ждать. Как только все n нити доработали до конца, главная нить продолжает свой выполнен. Как мы можем это решать с задачей барьера для с использованием наших примитивов кондваров и мьютиксов? Ну, как у нас потребуются все те же самые кондвары и мьютикс, и мы будем в некоторой переменной отмечать количество нитей, достигших нашей барьерной точки до завершения работы. Вот пример, что у нас делают рабочие нити. Все это происходит, как обычно, под локом. Каждая рабочая нить, когда подходит к этой точке, она увеличивает название переменной, не правильное. Она увеличивает некоторую переменную каунт, таким образом, ну, добавляя единичку к числу нитей, которые уже исполнили свою задачу. Как только значение каунт становится равным n, общему числу нитей, последняя нить, которая до этого доходит, она отправляет сигнал всем тем нитям, которые ждут на кондваре. Ну, то есть, нашей главной нити. Что в этот момент делает главную нить? Просто ждет. while weight count не равно n. Мы выполняем операцию кондвейта на кондваре и на наших текстах. Ну, кстати, такое совсем простое речь. То есть, обратите внимание, что здесь у нас все нити-воркеры, в общем-то, равноднозначны. Мы не знаем, какая конкретно из выполняющихся нити будет последняя. И именно проверяя условия, что у нас нить уже не осталось других нитей, которые выполняли эту работу, вот эта последняя выполняющаяся нить, мы не знаем, какая она будет. Она, собственно, отправляет идентификацию к главной нити. Вторая задача, очень важная, опять-таки, это задача читателей и писателей, тоже, которая, наверное, уже встречалась. Ее можно сформулировать в следующем образом. У нас дана некоторая разделяемая область памяти, которые могут обращаться для двух разных задач. У нас есть некоторые нити, которые, ну, точнее, некоторые запросы на чтение, которые чисто, ну, забирают какие-то данные из этих, забирают какие-то данные. И у нас есть запросы на запись, которые эти данные модифицируют. мы, в общем, не знаем, как эти данные могут модифицироваться, поэтому мы исходим из очень общего представления о модификации, что, условно говоря, в самом худшем случае операция модификации может модифицировать вообще все. поэтому, собственно, мы, какие вынуждены наложить ограничения. Если какой-то из нитей, какой-то процесс модифицирует вот наши данные, то другие процессы вообще не должны ни читать, ни модифицировать. То есть, для модификации данных процесс писатель должен получить эксклюзивный доступ к нашей структуре данных. В то время, как процессы читатели в принципе могут обращаться к этой структуре данных одновременно. То есть, одновременно считывать информацию из нее могут там 2, 3, 4, 5, сколько угодно процессов или нитей. Но, если хотя бы одна нить находится в состоянии чтения из этой структуры данных, никакая из нити не может писать в эту структуру данных. То есть, у нас получается такая двухуровневая схема. У нас есть две категории операции читателей и писателей. Писатели блокируют все эксклюзивно, читатели только блокируют только писатели. Типичный пример использования такой структуры это база данных. У нас есть таблица. Из таблицы одновременно много процессов могут делать селекты, но если мы начинаем делать апдейты, то пусть все подождут. Там самая простая пакета. давайте просто прикинем какое у нас решение может быть для задач читателей и писателей. Потом его обсудим. для читателей и писателей у нас по сути будет два вида локов. Это лок на читателя, лок на писателя, ну и симметричные анлоки для читателя и анлоки для писателя. Ну давайте прикинем, как они могут выглядеть. Что нам вообще может потребоваться, чтобы реализовать лок на читателя? Как обычно нам, конечно же, потребуется блютикс. Если не знаешь, то делаем блютикс. И нам потребуется, ну давайте мы сделаем два кондвара. Один кондвар, на котором будут ждать потенциальные читатели, ридер кондвар, и другой кондвар, на котором будут ждать потенциальные писатели. Ну и нам нужно количество тех и других. Ридер скаунт и райт скаунт. Ну точнее это будет так у нас, это сколько у нас читателей находится внутри критической секции, а это сколько писателей находится в этой критической секции. Как тогда у нас может выглядеть операция лог? Все это происходит под блютиксом, мы петрет блютикс т, точнее петрет лог. все операции вообще там. Опять-таки не уверен, делай лог-онбок. лог-то лог-онбок. Когда мы можем войти дальше в нашу критическую секцию? Ну, очень просто, тогда, когда у нас нет писателей внутри нашей критической секции. то есть цикл ожидания выглядит так, while writer count больше нуля. Если да, если внутри записывающего находится хотя бы один писатель, мы ждем. Retreat конд wait. Ждем на нашем readers конд варе. Открывая при этом блютикс. если все хорошо, когда мы из этого цикла вываливаемся, плюс-плюс reader scout. Если мы в этот цикл вообще не входили, то есть если у нас число писателей равно нулю, мы просто увеличиваем счетчик читателей и радостно входим внутрь нашей критической секции. Каждый читатель увеличивает счетчик читателей и входит в критическую секцию. При выходе из критической секции например так. Если у нас нить последняя, которая выходит из критической секции, давайте отправим нотификацию какому-нибудь процессу, какой-нибудь нити, которая нас ждет на входа в критическую секцию. Петрет кон сигнал. Мы здесь делаем именно сигнал. Нам нужно разбудить какой-то один записывающий нить. Все равно их несколько одновременно записывать не могут. Одной будет достаточно. Что у нас происходит с писателем? Каково условие того, что писатель может войти в критическую секцию? Очевидно, по-прежнему, что мы не можем войти, если кто-то в этой критической секции уже находится. И если у нас и читатель находится. То есть цикл while завершится, когда и число писателей, и число читателей внутри критической секции станет равным нулю. Только после этого мы выходим из нашей критической секции. А пока мы находимся, мы ждем на нашем контваре только для писателей. То есть обратите внимание, write unlock будет писателей. Вот писатель будет. И мы здесь ждем писателей. Unlock ну ну очевидно у нас vc может быть равно ну то есть мы просто его уменьшаем. Он был единичкой стал ноль. И нам нужно отправить нотификации и читателям то есть itret cont broadcast readers contvar и писателем. Писателю одному вот я написал получается четыре функции проверка для входа на чтение выход на чтение проверка для входа на запись и выход из записи. Они все так похоже устроены. Здесь все обязательно происходит под нитиксом. Lock увеличивает какой-то свой счетчик. Unlock уменьшает свой счетчик. Ну и в зависимости от значения счетчика мы какие-то там нотификации другим процессом отправляем. Здесь можно пооптимизировать с точки зрения эффективности, но в принципе это такое достаточно простое корректное решение. Однако у него есть следующий недостаток. Смотрите, у нас как оно реализовано? У нас вот readlock он находится в цикле ожидания только если критическая секция закрыта другим записывающим процессом. То есть если в нем находится какое-то читатель, то наш еще очередной читатель радостно проходит внутрь и увеличивает счетчик читателей внутри нашей структуры данных. К чему это может приводить? У нас может возникнуть такая ситуация, что условно говоря там читатели приходят уходят приходят уходят приходят уходят но в каждый момент времени вот внутри нашей критической секции внутри доступа на чтение для нашего ретрайта структуры всегда будет находиться хотя бы один читатель и получается что процесс писателя никогда не сможет зайти и модифицировать нашу структуру все время потому что приходят читатели постоянный поток читателей которые все время его пытаются читать этот поток читателей обычно плотный читают обычно намного больше чем пишут и поэтому получается что нити или там процессы писателей оказываются дискриминированы это несправедливое решение с явным приоритетом в сторону читателей и писатели нити писателя могут попасть в ситуацию голодания называется еще старвейш они могут очень долго прождать и не получить доступа в кризисную секцию и не модифицировать нашу произведемую структуру данных очевидно это плохо поскольку если писатель хочет что-то модифицировать в общем наверное мы хотим чтобы он как можно скорее модифицировал чтобы все последующие читатели уже имели доступ к новому состоянию нашей структуры данных то есть вот это то простое решение которое я сейчас написал оно плохое оно дискриминирует писателей и оно будет приводить к тому что обновление структуры будет запаздывать возможно сильно запаздывать из-за того что писатель попал в состояние голодания и не может модифицировать состояние не может модифицировать структуру данных более того запросы на запись будут накапливаться это будет вообще потенциально приводить вообще к перегрузке записывающей части и вообще к потенциально к дедлогу всего. Поэтому логичнее делать наоборот. Логично давать записывающим нитям больше приоритет, чем читающим приоритетам. Модификация может выглядеть таким образом, что мы хотим дать приоритет писателям, то есть мы хотим добавить некоторый счетчик ожидающих писателей и если у этой структуры данных есть хотя бы один ожидающий писатель, то читатель не заходит в критическую секцию, а переходит в режим ожидания. Тогда у нас будет следующим образом, что как только писатель пришел, встал, запросил запись, он увеличил счетчик писателей на единичку и все последующие читатели, им доступ в разъявляемую структур данных будет закрыт, они будут ждать. Читатели нормально, те читатели, которые уже вошли в критическую секцию, нормально доработают, из нее выйдут, критическая секция освободится для писателя, писатель в нее войдет, выполнит то, что он хочет сделать, выйдет из критической секции и снова она освободится для читателей. То есть вот так вот мы вставляем в этом модифицированном решении, мы вставляем запросы на запись с максимальным приоритетом, откладывая запросы на чтение, если у нас есть хотя бы один запрос на запись. Модификацию данного кода для ситуации, когда мы хотим дать приоритет писателям, пожалуйста, это сделайте сами в качестве упражнения. Нам нужно будет добавить еще сюда буквально одну переменную, в которую записывать количество процессов ожидающих записей. Соответственно, здесь у нас это будет увеличиваться, переменная, здесь нам будет разрубничать. Ну и условия входа в физическую секцию и читать. Это решение уже вполне себе приемлемое. И, например, в библиотеке Питред есть такой механизм. Называется Питред РВЛОК. Вот. Ну, у него есть варианты РДЛОК и ВРЛОК. То есть, вот этот вот механизм читателей и писателей уже реализован в Питредах, как Питред РВЛОК. По умолчанию здесь именно отдан приоритет писателям. То есть, процесс писателей получит приоритет, и как можно быстрее зайдет в эту физическую секцию. Недостаток у него. Читатели могут голодать, если слишком много писателей. Ну, поскольку такая ситуация все-таки относительно редкая, я думаю, что она вполне приятная. Ну, и можно делать совсем честное решение. Например, никаких приоритетов делать использовать Putex, либо чуть-чуть его усложить, использовать очередь. То есть, мы формируем очередь запросов на наш редрайт структуру данных. Если у нас в очереди запросов, несколько запросов на чтение идут подряд, то мы их пускаем читать одновременно. Если у нас запрос на запись дошел до этой очереди, мы просто их запускаем внутрь по одному. То есть, получается такая совсем сложная система уже с настоящей очередью, но она будет по-настоящему честная. Ну, сложная. Там нужно очереди, списки, вот это все. В общем, сложно. Ну, совсем честно. Вот четыре варианта решения простой задачи читателей и писателей. Ну, как, вот первый вариант, скорее всего, плохой, второй вариант вполне приемлемый с приоритетом писателей, но если мы хотим заморочиться, можем делать настоящую очередь запросов. Следующая задача из классики межпроцессного взаимодействия, многонетилового взаимодействия, это производители и потребители. Это тоже очень-очень часто встречающаяся задача, по сути, пайп, например. Это есть реализация пайпов, это есть решение задачи производителей и потребителей. У нас есть дан буфер фиксированного размера, в этом буфере размещается какая-то очередь, работающая по принципу первый пришел, первый ушел. Производители, то есть системный вызов write, условно говоря, добавляют элементы в конец очереди. Если у нас очередь полностью заполняется, производитель ждет освобождения очереди, то есть write засыпает. Читатели, потребители забирают элементы из начала очереди, и если буфер пуст, соответственно, засыпают потребители, то есть read засыпает. То есть, по сути, у нас типичный pipe или FIFO, или socket, все вот такие вот, или даже очередь сообщений, все эти потоковые средства межпроцессного взаимодействия, это есть примеры задачи производителей и потребителей. Буфер фиксированного размера, в него кто-то там производители кидают, их может быть много производителей, потребителей тоже может быть много, они из этого буфера забирают данные. Что нужно, чтобы вот здесь вот решить задачу производителей и потребителей? Опять-таки, в самом простом варианте. Опять-таки, ну, очевидно, нужен Utex, чтобы со всем этим корректно работать. У нас есть буфер, допустим, у нас есть, ну, пусть у меня некоторые будут размер буфера. У нас есть буфер. У нас есть степень заполненности этого буфера. Ну, я простой вариант напишу тоже, открытый для критики. Например, изначально он пуст. Это, собственно, содержательные переменные. И нам потребуется два кондвара. Один кондвар для читателей. и один кондвар для писателей. Как у нас будет выглядеть тогда операция get? Предположим, я возвращаю пинт. Все под mutix. Все всегда под mutix. если, то есть пока у нас сайс равен нулю, пока очередь пуста, ждем, спим. писред mutex wait на нашем кондваре. лидерство код пар. Мы выходим из этого цикла в случае, когда рез больше нуля. Ну, я сейчас тупо сделаю. и просто сдвигаем к началу. в тот момент, когда у нас будет человек не пустой. Забираем из него элементы из начала и все сдвигаем. put опять-таки все под mutix происходит. Пока чему? Пока сайс равен n, пока места нет, ждем. Теперь в этот раз мы ждем на своем кондваре. Как только место освободилось, дописываю в конец. То есть buff сайс плюс-плюс равняется лавн. Все. Вот производитель и потребитель. Ну, тоже в упрощенном варианте, конечно же. Операция put спит, пока наш буфер полностью заполнен. Как только буфер хотя бы одно место у него появляется, мы сразу радостно в него записываем малый элемент и это вот опять лавн. Как только место в нем появляется, как только в нем появляется какой-то элемент, я вот условно говоря забираю сначала и все в микро. Классическая задача вот в этой простой формулировке возникает тоже очень даже всегда. по сути сообщениями здесь с вами реализовали между трендами. Ну, понятно, что в реальной жизни здесь потребуются разные более сложные операции. Возможно, здесь нам потребуются какие-то проверять, что у нас там никто не потребил слишком долго. Уже конкретная специфика реализации может добавлять много сложностей в эту простую структуру данных, но сама простая структура данных вот она такая. Это одна из классических задач называется производитель парикмахер. И последняя классическая задача, она называется литературной формулировке стоящий парикмахер. И у нас есть некоторый процесс парикмахер, который может обрабатывать за раз какой-то один ресурс и н других ожидает. И максимальная длина ожидающих процессов. Максимально н ожидающих посетителей. Если вообще посетителей нет, то парикмахер спит, ничего не делает. Если посетитель приходит и парикмахер спит, то посетитель будет парикмахера садиться в кесло и парикмахер начинает его стричь. Если посетитель приходит и парикмахер занят, и есть свободные стулья, посетитель начинает ждать. А если посетитель приходит и все стулья заняты, посетитель уходит. В каком-то смысле это вариант производителей и потребителей отчасти, но только с другими распределениями. То есть у нас здесь ожидать будут нити, не больше, чем n ожидающих нитей, а не очередь из-за данных каких-то. Так в принципе похоже. И с максимальным количеством ожиданий. Когда у нас места больше нет, процесс получает очередную ожидающую нить, получает ошибку. Здесь нам тоже потребуется, очевидно, кондвар на парикмахера. И, наверное, здесь у нас будет парикмахер управлять, процесс нить парикмахера у нас будет управлять входом в юридическую секцию. Но, в принципе, на основе того, что мы с вами до этого рассмотрели, попробуйте сделать решение задачи спящей парикмахера на кондварах и нитекса в качестве дополнительного самостоятельного упражнения. Итак, вот мы с вами рассмотрели, сначала мы с вами рассмотрели медиотексы как базовое средство критических, собственно, управления входа в критические секции. Нам требуются кондвары, чтобы реализовать ожидания событий. И кондвары всегда идут вместе с мютиксами. По сути, нам нужно для проверки и изменения значения кондвара нам нужен мютикс. Поэтому у нас обычно получается такая, в зависимости от задачи, какие-то содержательные переменные, какие-то кондвары, на которых нити ждут, и мютикс, которые ограничивают критическую секцию у функций, манипулирующих с нашей структурой данных. Везде у нас мютикс, 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 мютикс в начале и в конце. Это вот такой классический способ синхронизации параллельно работающих нитей с помощью мютикс и кондваров. Дальше, в следующий раз, мы с вами рассмотрим более эффективные способы с помощью атомарных переменных с учетом модели памяти. Это уже более сложные вещи, такие как log-free или wait-free структуру данных. Есть ли у вас вопросы по тому, что я сейчас рассказал? Если вопросов нет, то напомню, что через неделю в пятницу будет контрольная работа. В нее войдут, соответственно, пайпы и сигналы, помимо всего прочего, что у нас уже было. И все тогда. До свидания. До следующих занятий.